Говорили про митрополита Илариона Алфеева, про статью и так далее. Говорили, что сейчас он раскрывается в Слове Божьем, он такой талантливый, у вас молитва хорошо за него идет. А вот у меня такой вот вопрос. Нас вообще не просто учат здесь трепетно относиться к канонам церкви, к апостольским правилам, к уставу. А как вот быть в том случае, когда у него сплошные нарушения, Игнатий Тихонович, по канонам? Ну, надо определенно посмотреть, какие именно правила, какой собор, в чем они нарушения. Так как гульно я не могу говорить. А я вам открою сейчас. Хорошо. Хорошо. И к тому не позволено это. Второй Вселенский Собор, Шестой Вселенский Собор, второе правило говорит. Изрекли эти правила трубы Духа Святого. Так что тут серьезное дело. Да-да-да, я сейчас открою вам. Да. Так что, по делу вопросы жду. Сейчас файл у меня открывается. Давайте. Видно? Ну, видно, но тут не прочитаешь ничего. А я вам прочитаю. Давайте. Там мелко, прям мелко-мелко. Сейчас попробую увеличить. Давайте. Можно сказать, этот объективка на митрополита Илариона Лафеева. Родился 24 июля 1966 года. В 15 лет поступил чтецом. 19 июня 87 года пострижен в монашество. 21 июня 87 года, ему был 21 год, он был рукоположен в иеродьякона. И в этом же году, 19 августа, в 21 год, он был рукоположен в иеромонаха. Из 6-го селенского собора, правило 15, в ипадьякона нельзя рукополагать прежде 20, а в иеродьякона, мы знаем, что 25 лет. Да будет извержен. Трольский собор, правило 11. В пресс-фитере нельзя рукополагать прежде 30 лет. Тоже будет извержен. Иначе. Ну и еще есть видео, где митрополит Иларион крестит ребенка обливанием. Тем самым он нарушает апостольское правило 50-е. Да. Как это может носиться? Ну как относиться? Какая кара? Извержение. Вот это надо делать. Я против правила ни одного не поднимаюсь. Но если он такое делает, или было однажды, там, прощение просил, ну бывает такое. Ну, вот увидим, допустим, так. Человек, если будет встречен с чужой женою, ее там подмял, то она не кричала, то предадут обоих смерти. Так написано? А Давид увидел Версавию с крыши и привел ее в постель, затащил. А своих-то сколько же он был? А ему ничего сошло это. У нас бы после 50-го ни одного псалма не было. Второе. Мужа отправляют на фронт, и когда он бросится, ибо храбрый очень был, отступить от него, и он погибнет. Второе. Это кровь за кровь, смерть за смерть. Его опять не тронул Господь, а только сказал, виноват я. И на фронт пророк говорит, и Бог простил тебя. Я никогда таких слов не говорил. Но я знаю, что этого делать нельзя. И никто из святых не избегал какое-то нарушение. Я знаю только одного, который в Ветхом Завете был Ездра. Вся его биография. И главное, монахи его не записали даже в святцы. Вот особенно удивительно-то как. Почему? Вот представьте себе, что у него было. Он написал три книги. Три в Библии. Собрал книги Ветхого Завета с огромным трудом. Мы имеем вот Ветхий Завет благодаря ему. Дальше. Вывел народ из плена. Вообще вещь неслыханная. Отстроил город стены. Устроил всемирный развод. Это все он один. И нигде никак не просопилился. И главное, на себе волосы рвал и бороду. Как он страдал, как плакал. И как других там он принуждал исполнять заповеди Божьи. И вот в святцах нету. И вот и все. А какой, говорит, а вот такой-то там начинает говорить. А он что сделал? Ну, это Герасим Святой. Он у него лев был. Воду возил на льву. На льве. Ну и что? Ну и когда умер, он занозы вынул. А потом он на него подчинился. И больше никого не было. Ни одного дня он не жил по-евангельски. И лев поднялся на задние ноги, об землю ударился, умер. Один только лев. И тот был самоубийцем. Герасим Петрович Павский, переводчик. Мы псалтырь считаем. Он перевел. Евангелие от Матфея, там еще другие где. Тоже Герасим. Ноль внимания. Гонение. Так что тут на сегодняшний день, да. Это у него, скажем, было тогда. Но сейчас что? Сейчас не знаю. Делать этого нельзя было. Никак. Да хоть никак. Но есть люди, которые твердо держатся за это. Кто? Старобрядцы? Сплошь и рядом до 30 лет рукополагают. А вакуум с Никоном бились. Никон в 21... В 23 года. А вакуум в 21 год рукоположен священники. Это как понимать? Ну дело-то уже прошлое. Главное, ревнители об этом деле. О, не нарушение заповедей. Зачем лезут? Ну, вот, допустим, в Америке ты должен прожить в этой стране. Родиться в этой стране. И чтоб тебе было не меньше 35 лет. Тогда можешь подать как кандидатуру президенты. А с 34 год подождешь. Вот Рамзана Ахматовича Кадырова, когда хотели поставить президентом Чеченской Республики. А у него не хватало до 30 лет. Он говорит, не надо. Я сначала закончу университет за это время. Нарушения не будет. Вот и все. Вот нам примеры. А у православных, у старообрядцев, сектанты они вообще этого не знают. Ни одного правила нет. Ни одного. А их ни один, ни два. Я посчитал, только епископов было на всех соборах полторы тысячи. Полторы тысячи. И сегодня человек начинает опровергать их, не исполняя ничего. А какая нужда в этом была? У нас был эрмонах, тут пристал один. Ну, и он не благословлял ничего. Ну, проповедь говорить мог. Пока не исполнилось 30 лет. Все. Я говорю о сегодняшнем. Это я его этим не подтыкаю. Сегодня он какой был и какой сейчас есть. С какой целью они его туда отослали. Я показал, что за этим кроется. А вовремя он был рукоположен. Не вовремя, это уже на него теперь не влияет. Зачем он туда лез? Да, у него были плохие отношения с Блюмом Антонио Лондонский. Все это в прошлом. Сегодня он... Посмотри, какие он ставит ролики. Библия в руках и все. Ну, чтобы он его потерпел. Неверующий этого не может делать. Он такие моменты ставит. Там о Павле. И все это на местах. Средства позволяют. Крепкие люди там у него. Мастера. Но он оставляет очень прекрасный след. После себя. А я было время, когда он выступал неправильно. Там было. Я крепко разбирал его. Так что если он будет считать тогдашнее, сегодняшнее. То разные отклики будут. Все. Я просто к чему, Игнатий Тихонович? Что просто если этот... Если есть такой помысел, что... Ну, есть люди, которые радеют за то, чтобы был он патриархом. Как бы этот... Не этот... Беззаконие просто будет продолжаться. Вывод какой? В первую очередь, не знаем. Так или нет. Молиться о покаянии. Да. А сегодня ставят какой? Его хоть в 50 лет ставь. Он такой же заскорузлый, как камень сухой. Ничего не знает. Батюшка у нас разговаривал с одним диаконом. Рукоположили. Он говорит, теперь надо Библию. А счет-то таке. Он говорит, да Евангелие же. Не знаем. А зачем же ты приехал? Гроши дроби ты. Вопросов нема? У меня вопрос, Игнатий Тихонович. Давай. Смирно. Смирно. Игнатий Тихонович, в книге «Осей» говорится, связано в узел беззакония. Сбережен его грех. О каком грехе идет речь? Еще непонятно. Непонятно. Какой-то дудуду-дуду вот так. Володя, подойди сюда, переведи. Сестра, еще раз давай. В книге «Осей» сказано, связано в узел беззакония. В книге «Осей» сказано. «Осей», она говорит, что теперь, по-моему. Нет, она говорит «Осей», неправильно говорит. «Осей». «Осей». Напоминает Господь, раскаянный он или не раскаянный, но через это он подбегает его к покаянию. А не так, что «Прости и забыл». «Нет, помни». «Я прощаю, а ты помни», чтобы повтор не было. Иначе прощание минит меня на тебя. Он обузел завязывал, обузел, деньги завязывали. Никуда это не делось, уже сделанное. Ходи и смотри. Есть такие моменты в жизни, даже вспоминать боязно. Человек говорит, я вспоминаю, когда и всё, дышать неохота. Поэтому надо так уже, крепко верить, что Господь простил, и Павел говорит, забивая заднее, простираясь вперёд. А у нас грешный, супергрешный, архигрешный, многогрешный, ну ещё это, кого это привлекает? Сегодня крестный ход был, и длинно так это, не особенно было. Много народу, и как-то разбиты как бы на четыре части. Ну и последние части, там уже идёт митрополит, священники. Я так пристроился, и прям рядом. Я говорю, Владыка, добрый день. Да у него кисть в руках, он подхватил воды там, меня облил всего. Потом я вперёд там прошёл, опять идёт, и опять. Он меня второй раз окатил. Смеётся. Я говорю, у меня есть книга сейчас, пропаде в стихах, четырёхтомник-то. Вам подарить? Конечно. Но я не стал больше и говорить ничего. Позвонит когда-нибудь? У меня сейчас другое тут. Вот поступают сведения, которые работали, ну так, машинный перевод. Перевод. Ну, никуда не годно. Она, машина-то, эти буквы даже не знает, эти слова не знает. Такая, говорит, матья, ничего. Одну проповедь целый день. Работаю над ней, никак не загоню. Вот кто-то надоумел? Вот надо. Зачем они нужны? Сейчас говорят, да по одной строчке писал бы и уже сделал намного раньше. Конечно. Не подержи, ничего не соблюдается. Совершенно другие слова. Да ладно, я хозяин этой проповеди, я восстанавливаю. И то, сколько пища тут приходится. А вначале кинулась, ой, переводит. Плохо переводит. Отвратительно. Вот так. Сейчас еще неизвестно, сколько проповедей у меня готовые были. Это Вячеслав будет знать. Я их все один делал. Один. Магитофон так сделан, ногой включать, выключать. И не глядя, пищат от десятью пальцами. Вот как. Один был. А сейчас-то только сказал, у меня вот, ну, помогают. Где-то около сорока человек. Я уже сказал, Девора знает. Каждый, кто что-то, хоть одну проповедь приготовил, в буквенном выражении в Борде, напишите ей свою фамилию и инициалы. Инициалы. Потому что мы поместим это все на последней странице, кто помогал. Сегодня уже сорок пять человек собрала, Игнат Тихонович. Еще немножко осталось. Что-то ничего не понял, Девора. Прямо как. Сегодня уже сорок пять человек мне написали. Еще чуть-чуть, и я вам отправлю документы. Понятно. Понятно. И которые, у кого женщины замужние, у кого девище, какая была фамилия, тоже говорите. За фамилии в скобках ставить. Мы всех поблагодарим. Дальше я просил всех, кто помогали нам, вышлите на меня самые свои хорошие фотографии. Штуки три или пять. Я выберу из них по одной. И вы получите, когда у вас будет, приобретете этот труд, труд громаднейший. И увидите там себя. Можете прямо на меня, вы только хорошо напишите, кто. А мы подписи не делаем. Без бороды не присылать. Если бороды нету, не надо, я помещать не буду. Женщины должны быть в платках с побойником, как положено. Ну вот я здесь не знаю, которые наши к нам близкие. Это ты, Девора, учи их как. Как двойной платок. Вот я вижу, Ольга Симоненко, тут наши давнешние люди. Вот у них как. Ни одной волосинки не видно. Наталья усатая. Она тоже. Девочку свою прислала. Наталья, так а я, может, помещу ее. А Полинария, кажется. Какие у нее глаза умные. А меня цвет этих глаз поразил. Я увеличила глаза, как небо. Прекрасные глаза у этой девочки. А ты, Девора, так. Я тебе говорил, как, поговори с хозяином. Хозяйка, сюда что-то с лицом, смотри, чтобы от него с левой стороны стояли. С левой. Вот он стоит, и рядом вы, рядом жена, а от жены, теперь через жену, твоя милость. И сделайте фотографии 3, чтобы он был при лампасах с орденами. Он же видел... Я не знала. Он говорит, давай ты оденешь эти лампасы. Говорю, нет, Игнатих, ой, Один Павлович. Ну, он увидел себя в этом, в кисну православию. Хорошо. Понравилось? Понравилось. Он смотрел, я же ему отправила его мнение. Ну, вот. Очень понравилось. Ну, все. Если вопросов нет, все, молиться надо? Да, он означает, Игнатих, Игнатих. Хорошо. Хорошо, сейчас мы. Ну, вот тут я бы хотел, а уже была или нет? Алена Кабачева молилась у нас или нет? Ну, ладно, тогда подальше, Баленька, отойдем. Геннадий Стукалов здесь? Неожиданно так. Наталья Стукалова здесь? Видишь, какие? Не отвечают. Ладно. А Игорь, я хлопаю... Кто это, Наталья? Здесь, да, да, у нас микрофон зависает, да. Ну, зависает вот микрофон. Так, пропоют тут, я не знаю, тропарь или что, и после этого кратко помолиться своими словами, и в конце прославить Троицу и сказать громко «Аминь». И кто говорит «Аминь» с ней, молитва сливается с вами. С Богом! Достойно есть якова истину, Блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашу дам, Честнейшую хирургин, И славнейшую без сравнения с серопин, Без искрения Бога, Слово родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, владыка, Мы благодарим Тебя За все Твои благодеяния, Которые Ты нам даруешь. Благодарим Тебя, Господи, За эти святые дни, Которые мы можем собираться вместе, Изучать Твое священное писание, Пребывать в Духе Твоем, Господи, Чтобы нам и впредь Ты давал такие дни, И чтобы нам идти правым путем, Не уклоняться ни влево, ни вправо, Шествовать, Господи, по Твоим стопам, По Слову Твоему Святому. Благодарим Тебя за наших братьев, Которые нам помогают возрастать в Духе Святом, За нашего дорогого Учителя, И наставника Игнатия Тихоновича, За все, что Ты нам позволил сделать, Издать книги, Господи. Благослови нас и на новые издания, Книги, Проповеди Святой Библии, И для Слова Божьего нет ус. Тебе за все, Господи, хвала, Тебе слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Спасибо.